Здравствуйте! Сегодня пятница и очередной выпуск видеоблога на ITCUA. С вами, как обычно, его ведущий Олег Данилов и Сергей Кулеш. Мы вам расскажем сегодня не только про самые интересные новости, а самой интересной новостью было закрытие XUA. Ну и напомню вам, что в среду 1 числа нам исполнилось 12 лет. Причем самое смешное по пиаре, что сам исполнилось не только ресурсы 12 лет, но исполнилось и мне. Поздравляем тебя с днем рождения. Спасибо, напросился все-таки на поздравление. У меня тоже день рождения, первых валя, тогда же, когда день рождения у ресурса. Только немного лет раньше. Немножко. Все? Все. Поехали к новостям? Поехали рассказывать. Вперед! И несомненно, главной новостью этой недели стало закрытие файлообменника XUA и все события, связанные с ним. У нас вышло несколько сразу материалов по этому поводу. Вы выходили новости регулярно. Выходил Саша Гусленко, Тарас Мищенко. Писали свое мнение в блогах. По этому ходу свое мнение. Все это очень хорошо обсуждалось. Тема интересна тем, что затронуло очень многих. То есть, несмотря на то, что, возможно, там легальность, нелегальность ресурса еще может обсуждаться. У каждого есть свое мнение. Но факт состоит в том, что пользовались этим ресурсом очень-очень многие. То есть, вот у меня вот реально стандартный вопрос был при тестах нового планшета. А проигрывается ли там видео с XUA? Тот же iPad, когда я обзор писал, мне сразу спрашивали проигрывается или нет, не проигрывается, потому что флеш не поддерживает. Мало того, многие медиаплееры ставят себе в преимущество возможность проигрывания контента прямо с XUA. Для многих это было очень удобно, ну очень для многих, что была такая большая-большая файлопомойка, на которой много есть сериалов, много есть музыки, много всего интересного. Кто-то использовал реально, я не знаю, чуть ли не кто-то писал, читал комментарии почти все. Как дропбокс. Тут ответ был достаточно простой. Ребята, ну подумайте, что вы будете использовать как свое файлохранилище. Может не стоит, может стоит использовать какой-то нормальный сервис. Ну понятно, но просто я же говорю, не обязательно это все там такие злые люди, которые там бегали. Точно так же, как кстати в ВКонтакте. Это далеко не только рассадник фронографии, Олег, понимаешь? Это и социальная сеть еще. То же самое. Да. А мой XUA тоже социальная сеть? Нет, XUA не социальная сеть. Но XUA это тоже как бы ресурс, которым многие пользовались достаточно легально. Реально как файлообменником. Я закачал то, что у меня есть, допустим, мое. Так ты договоришься от того, что большинство людей пользовались легально файлообменником? Нет, нет, нет. Вот. Многие, очень многие комментаторы высказывали недовольство. Я так и не понял, недовольство чем? Позицией редакции или чем-то еще. Позиции редакции определенно нету. Понимаете, есть как бы... Позиции редакции, ну скажем так, позиции редакции есть. Можно, Олег? Это реально вот... Интересно, я послушаю. Пираты это плохо. То есть, если размещение там стыреных всяких, всякой музыки и видео, это плохо. Это официальная позиция ресурсов. Ай-яй-яй. А личная позиция каждого из нас, ну как бы, все очень просто. Сериалы все смотрим. Допустим, я сериалы качаю там не с XUA, а с какого-то торрента, но все равно их качаю. Потому что, как бы, я не могу купить, у меня нет, я не могу кому-то заплатить для того, чтобы купить сериал с русским переводом. Ты им гордишься, Сергей? Нет, я не горжусь. На самом деле, позиция у нас действительно есть. Мы выступали против нелицензионного использования контента, начиная с момента образования нашего сайта и наших журналов и так далее. Почему? Потому что мы сами производим контент. У нас у самих его воровали. И одна из причин закрытия домашнего ПК, их там было много, распространение журналов без пиратских копий в сетях, торрентах и так далее. Так что другой позиции по отношению к воровству быть у нас не может. Я, извините, знаком с очень многим количеством программистов, которые делали здесь в Украине игры, разрабатывали софт и которых обворовывали, другого слова нету, наши же соотечественники, пользователи, тег, ратующие за бесплатное распространение информации. Когда вы будете зарабатывать деньги подобным трудом, вы рассказываете о бесплатном распространении информации. Ну все правильно. Все правильно. Поэтому наша позиция в этом вопросе достаточно жесткая и мы ее будем продолжать придерживаться. Другой вопрос. Как это происходило с точки зрения процессуального кодекса? Как это с точки зрения закона? Я более очень уверен, что там происходило все нормально. Потому что кто-то продолжал, кто-то закрыл. У нас как бы законодательство вот этого, на самом деле оно еще не проработано. Это реально предпрецедент. Там все очень смутно. Это не прецедент. Инфра-стор закрыли полтора года назад. Это, по-моему, совсем другая. Там было как раз, по-моему, больше на порнографии надоест. Там было порнографии. А вот здесь как раз идет… Переведение децизионным софтом тоже. Здесь как раз правообладатели попытались. Причем, самое интересное, правообладатели софта. То есть, не фильмов. Как ты видел, в последних комментариях все правообладатели сказали, что я не я и лошадь не моя. Мы не ломали Аксея. Папа, когда я имел ввиду закрой Аксея после закачки. Такое впечатление, что все испугались несколько реакций пользователей. И тут же пытаются сказать, что нет, это не мы. Как его пугаться? Корпорация Зла, там такая-то компания… Там уже демонстрации. Люди же вышли с плакатами. Действия правительства не так волнуют, как закрытие XUA. У людей отобрали зрелище. Понимаешь? Хлеба и зрелищ. Толпу нельзя лишать хлеба и зрелища. Одновременно. Да. Если не хочешь получить, как бы, очень большой негатив. Ну, я даже не знаю, как бы, что еще говорить. Там еще было сообщение, что будут пользователи вычислять. И приходить… Пользователи, которых… Не которые качали что-либо, а пользователи, которые размещали. Ну, прецеденты на Западе уже были. Подобные. Да. Будут ли они у нас? Ну, вряд ли наши корпорации будут бороться с отдельными пользователями. Хотя, насколько я помню, по инфостору как раз пользователи ответили за размещение, а не ресурс. За хранение. Ну, я не помню. Если честно, ну, возможно. Вообще, на самом деле, если вы думаете, что сейчас XUA откроют обратно, хотя в нашей стране, конечно, все возможно и гарантировать нельзя ничего. Ну, вот… Я, честно говоря, сомневаюсь. Потому что, похоже, движение пошло во всем мире, да. Мега-уpload на прошлой неделе, да. Pirates Bay вот сроки объявили уже. СОПу-то не приняли, а уже все плохо, ты посмотри. Да. Может, СОПу принимать не надо, раз так все просто. Инфостор, XUA. Думаю, что… Upload тоже, говорят, com.ua. Временно приостановил загрузку файлов. Вот. Я думаю, что будет продолжаться подобное движение. Так что привыкайте платить за контент все-таки. Кому? Вот кому, опять-таки, я могу заплатить за контент? Я хочу скачать теорию большого взрыва в переводе «Кураж Бомбе». Кому мне заплатить денег? Отличное решение мне предложили. Какое? Ты качаешь оригинальный фильм, не качаешь, платишь, покупаешь. А потом подкладываешь под него дорожку. А дорожку где ты берешь? Извини, пожалуйста. Там же, там же. Понимаешь, все это, как бы, такие непонятные половинные варианты. Непонятные половинные варианты. Ну, знаешь, вот я, например, с книгами для себя решение нашел. Те книги, которые у меня есть бумажная версия, я могу выкачать. Для тех, чтобы мне было удобнее читать их на Ризе. А у меня с книгами, знаешь, какое решение очень интересное? Мне системы типа «Аймобилка», «Литреса» и остальных, как бы, не слишком нравятся. Потому что, ну, не слишком нравятся. Это мое личное мнение. Я бы с большим удовольствием перешел на модель Донейта. То есть, вот я прочитал книжку, она мне понравилась. Допустим, Лукьяненко, да? Или, там, допустим… То тебе классная музыка. Да. И ты заходишь, у человека есть сайт. Ты заходишь, оставляешь ему там свои 5 долларов и пишешь там подпись. Классная книжка, спасибо прочитал. Как покажет этот опыт HumbleBow Indie Bundle, народ платит за… По методу «плати сколько хочешь» значительно больше, чем продалось бы за какую-то фиксированную цену. Да. Почему нет? Для книжек, мне кажется, это работает очень хорошо. Для книжек, в принципе, да. Учитывая, помнишь, опыт на Амазоне, когда человек там 2 миллиона продавал своих книжек. Да. Но это идеальная модель, когда ты можешь что-то создать контент и уложить его в систему, которая тебя защищает, которая тебе дает деньги. Ну, понимаешь, при производстве фильмов такое невозможно. Правильно. Потому что производство той же «Игры престолов» стоит безумных денег. Да. А ты подумай, смотри, сериал «Теория большого взрыва», его сняли не у нас, извини меня. То есть те люди, которые пытаются брать деньги за просмотр или за покупку этих серий. Ну, допустим, я согласен заплатить «Кураж Бомбей» за то, что он перевел. А как я заплачу тем, кто снял это в Америке? Как? Почему? Они же производители контента. Я не смотрю на английском сериал. Мне хочется посмотреть на русский. Ну, понимаешь, оно как-то не очень хорошо. То есть ты оставил Шелдона без зарплаты? Ну, грубо говоря, да. Причем сознательно. Ай-яй-яй. Тот же Netflix. Ты помнишь Netflix? 10 долларов в месяц подписка. Отличная система. Если у нас будет за 10 долларов подписка на нормальный пакет, я получу, по-моему, за кабель на телевидение больше, чем 10 долларов. Там, с 3D, с HD-пакетами, со всеми делами. То есть я готов платить за контент. Но там подписка, по-моему, в серии отдельно идет все-таки. По доллару просто. Ну, я не знаю как, но как бы суммы должны быть адекватные. Я бы по доллару платил вообще, без вопросов. По доллару за серии, да. И 5 долларов за фильм. Нормально, я бы платил. Ну, я бы лучше тогда в кино сходил. 5 долларов. Это сколько? 40 гривен. Я бы лучше на театр ставил. Да ладно. Да, конечно. Ну, там и кого больше. Ну, на вкус и цвет все фломастеры разные. Мы следим за тем, как развивается ситуация. Мы записываем видеоблог неожиданно в четверг, поэтому… Мы еще не знаем, что… Мы увидим завтра. Если завтра что-то такое случится, вы нас сильно не пинаете, потому что мы сами еще не знаем. Мы читать мысли не умеем. И будущее предсказывает. Как ты думаешь, будет замена? Да и она уже есть. Там в комментариях нам пользователи написали много-много разных адресов полезных. Много сайтов разных. Ну, т.е. был инфа-сторон, в инфа-сторон закрыли, появился X. Тут Тарас вот пишет собственно. X.UA закрыли, скоро откроют новый. Да. Если уже не открыли. Бизнес достаточно прибыльный. Мы видели расценки на рекламу, на X.UA. Они, кстати, нам тоже предлагали размещать рекламу. Да. И многие бренды пользовались, размещали рекламу на X.UA. X.UA был спонсором многих концертов. Кстати, у меня какой-то когнитивный диссонанс вызывает. То есть, хостя при этом большой приз в лицензионной музыке будут быть спонсором концерта. А что-то у меня здесь не складывается. Самый большой диссонанс был, когда я зашел на сайт Киевской Руси. Там сверху крутился баннер, типа, скачайте фильмы. Свежие фильмы скачайте сейчас. На сайте кинотеатра. Который должен, как бы, от пиратов вообще, как бы, закрыться. Ну, все, как бы… Пираты – это плохо. То, что закрыли сайт, которыми пользовались очень многие – это тоже плохо. Все плохо, Серега. Все плохо. Все плохо. Плохо. Все плохо. И холодно на улице. И холодно на улице. Все, все плохо. И ночь на дворе. Да. И опять-таки, возвращаясь к этому сайту, мне как-то все не могу успокоиться. Вот опять-таки, те люди, которые говорят, что вот зачем закрыли, зачем мы же пользовались, а вы, там, у нас в стране как будто бы никто не ворует, все воруются, вот тут взяли за крыльца. Вот действительно, Олег правильно сказал. Попробуйте создать что-то свое, я не знаю, там, сделайте очень классную интерактивную книжку, там, напишите свою какую-то очень клевую программу и попытайтесь ее продать. Вот вы начинаете ее продавать, а потом смотрите, продажи резко упали. Игра отличная, там, или, там, книжка, а ее не покупают. Смотрите, почему? А, а потому что на каком-то сайте подобном вот этому выложили вашу АПК-шку, народ качает на шар и пользуется, говорит, отличный молодец автор. А, да. Автору респект. Респект, пацан, давай делай дальше, а вам детей кормить не на что. Вот тогда вы, как вы поймете, наверное, что не всегда хорошо операция. Но ты же понимаешь, что на злобных американцев, империя зла, Microsoft же, они же зарабатывают суперприбыли. Мы же о чем в прошлом выпуске говорили? А, да, мы же слишком много получаем, я понял, да. Microsoft, империя зла, они хотят наших денег. Разберитесь в себе сами. Если вы привыкли, если у вас такая психология, что, как бы, вот, если она лежит онлайн, значит, она ничего, значит, его можно качать. Задумайтесь над тем, правильно ли вы думаете. Ну, возможно, это, как бы, после 30 только наступают вот такие мысли в голове. Ну, я не знаю. Знаешь, меня всегда радовало, когда на сайте того же домашнего ПК были сообщения, я ваш журнал не покупаю, но все равно я его качаю, но все равно вы плохо пишете. Пишите лучше. Вот, на что я всегда… А критиковать нас могли только те, кто покупает журнал. Нет, на что я всегда отвечал, что, господа, качать – качаете. Ну, лучше молчите себе в тряпочку. То есть, ну, реально, то есть. Какое вы имеете право критиковать, если вы за это не заплатите? Если вы считаетесь, если вы пытаетесь комментировать, писать что-то, как бы, действительно проводить дискуссию вдумчивую, нормальную, вы просто задумаетесь, поставьте себя на место людей, которые на этом зарабатывают. Тот же, я не знаю, там, тот же Boombox, тот же Океан Эльзы, который записал песню, он хочет получить реально какие-то деньги на продажу этого альбома. Хотите вы в цифровом виде этот альбом? Пожалуйста, покупайте компакт-диск, оцифровывайте, слушайте, а не выкладывайте потом куда-то еще, чтобы кто-то еще послушал. Все нормально, вам же нравится этот артист, ну, песни поет красиво, что бы ему не дать заработать? Как это относится, там, к выступлениям, к политизации истории секс-юа? Это заказ. Заказ куда? Это политический заказ. Политический заказ. Да, там уже было много, очень много разных интересных мнений на этот счет. Есть теория заговора, да, знаете, можно найти политический заказ, даже там, подорожание хлеба на 5 копеек, или, я не знаю, в чем-то еще, или в том, что зима холодная очень. Там же, помнишь, зима была под контролем холма? У нас зима, холода в Украине под личным контролем президента Украины. Не читал, новость была на перспонятии, очень интересная. Ребят, это перегибы реальности, мы живем, ну да, мы живем в стране, которая не очень правильно. В той же, кстати, один из комментаторов писал, что в той же Америке, как бы, тоже народ там активно качает. На самом деле, убытки компаний софтверных, ну, наверное, и киношных и так далее, самые большие происходят от Америки, просто потому, что в Америке наиболее развитая интернет, наибольшее количество пользователей. Хотя сейчас уже, наверное, Китай и остальные страны тоже догоняют в полный рост. Да, пиратство есть и в Америке, с ним тоже там борются. Это натура человеческая, то есть, если что-то есть, ну, понятно же, логично, если что-то на шару, то хочется взять на шару, не хочется за это платить деньги. Ну, просто знаете, как называют людей, которые… Вот разбита витрина, и выйти туда взять батон хлеба, знаете, как это называется? Это очень красивое слово, мародер называется это слово. Или когда город стоит пустой, ну вот, а там можно зайти в квартиру и стереть себе там ковер или стул какой-то. Это тоже называется мародер. Дженни Челли, никому не нужен. Вот действительно, хозяева там не вернутся. Как-то это тоже не очень хорошо. Воровство, ну, воровство, не воровство, это уже такое… Ну, многие очень… Знаешь, как я читал интересно про воровство? Ну, люди говорят, что я не ворую программу, потому что если я что-то своровал, его должно стать у хозяина меньше. Вот если у хозяина украл велосипед, у него велосипеда нет, вот я вор. А если я украл у него программу, то у него что-то осталось. У нас же у него осталось. Ну, так что, я же не вор. То есть подумайте, реально задумайтесь, поставьте себя на место людей, которые на этом зарабатывают, и подумайте о том, подумайте о своей… Да тебе ответят в комментариях. Да я не… У меня своя позиция есть. Сверх прибыли. Я никому ее не насаживаю в свою позицию, как бы, но просто задумайтесь. Не думайте, что все так хорошо и здорово, что вот XEA закрыли, значит плохие те, кто закрыли, а хорошие те, кто там все выкладывал. Подумайте, все как бы должны быть умными людьми. Я надеюсь, по крайней мере, на это. Ладно. Хотя бы внутри. Давай перейдем к другим новостям. А уже неинтересно другие новости рассказывать. Реально. Так об XEA поговорили. Хорошо, ну ладно. На этой неделе тоже было что-то еще кроме XEA. Давайте про это и поговорим. Давайте. Итак, давайте все-таки поговорим о других новостях. Они тоже были на этой неделе. Не так много, возможно. Мы сейчас пишем видеоблог в четверг вечером, поэтому некоторые пятничные новости мы не захватываем. Утренние. Да все, я бы сказал даже. Все пятничные. Некоторые. Мы не захватываем их в этот выпуск. Это через неделю мы их обсудим уже в следующем выпуске. Окей? Поехали. Так, да. Ну вот тогда Барнсен Нобел разрабатывает новый Нук. Что ты об этом думаешь? Что это будет? Планшет? Читалка? Мирософ? Я ничего об этом не думаю. Потому что человек, которого об этом спросили, он сказал, что будет новый Нук. Но не конкретизировал вообще ничего. Будет ли это таблет? Будет ли это инк? То есть вариантов очень много. Я, кстати, о Нуке читал очень интересное где-то у коллег на сайте о том, что компания с таким небольшим оборотом, тем не менее, отхватывает очень большой кусок рынка у Амазона. Лукин? Да, Лук. Ну, да. Ну? Что на самом деле герои не Амазона, а вот Нук. Я тоже читал. Ну? Да. Что они за два года полностью там перестроились. Это же процессы бумажных книг с огромной сетью магазинов. Им удалось такой достаточно серьезный переворот сделать в сознании, в собственной линейке. Очень интересно. У них очень такие оригинальные устройства с харизмой, прямо скажем так. Вот этот уголок. То есть реально ты его берешь в руки, его не спутаешь ни с чем. Если тот же Kindle Fire ты берешь в руки, перерачиваешь его сзади в сторону и все. Понимаешь, что это нереально просто. Ну, какая-то черная штука. То эту вещь не перепутаешь ни с чем. Это реально Нук. Вот Нук. Причем первый, ты помнишь, не был первый, который там с этим с цветным экраном снизу. На андроиде тоже такая уникальная штука. То есть компания интересна, компания мне нравится. Компания я симпатизирую. Вот. Ну клево. Молодцы. Подождем, посмотрим. Да. Дождемся лифны по этому ходу. Поживем. Самсунг анонсировал смартфон Galaxy S Advance. Господа, новостей было действительно очень много железных. Мало в смысле железных. Поэтому мы взяли разные новости. Расширили модельный ряд в очередной раз. У Самсунга очень много моделей. Это одна из них. Четырёхдюймовая с AMOLED-ом. Два ядра. Типичный, по-моему, андроид смартфон. Современный. С нормальным экраном. Четырёхдюймовым. 480 на 800. С нормальным ядерным процессором. Гигигерцовым. Поправь меня, если я ошибаюсь. У Самсунга сейчас есть модели с шагом в 0,2 дюйма. То есть на все диагонали. Ты знаешь, я по диагоналям смартфонов как-то, я мыслю более широкими категориями планшетными. Наверное. Просто сейчас Galaxy, линейка Galaxy это общий кошмар. Надо посчитать на досуге, сколько там устройств сейчас. Включая Galaxy Tab, Galaxy S. Меня малая порадовала вопросом, типа, какой-то там телефон Samsung показывает. Типа, это Galaxy? Это Galaxy. Galaxy, Galaxy. Все они Galaxy. Хорошо. То есть уже не Samsung. Просто это Galaxy. Хорошо, видишь. Прокачали. Молодцы. Суббренд практически. Так. Косы. Специально взял, потому что был сам уделён в этой новости информацией, что оказывается модели Porto Pro, которые многие в нашей стране очень любят и используют уже долгие годы. 25 лет. Угу. Вот реально. Очень неплохой результат. Хотя многие жалуются, что, конечно, качество звучания укосов по нынешним временам не ахти. Есть модели более интересные. Тем не менее, это одна из самых популярных в моем стране моделей. Кстати, очень-очень много пиратят. Я когда-то читал материал, типа, как отличить, допустим, у нормальной модели винтик с одной стороны нормальный, с другой какой-то другой. А у Пиратска даже этого винтика нету. То есть там 10 отличий, по которым можно отличить нормальный. Это ещё какой-то у новой модели какой-то новый пульт управления. Кос-тач-контрол. Тот же нарисован. Да. Совместимый с устройствами Apple. И вакуумные наушники. Что такое вакуумные наушники? Я так и не понял. Это просто затычки имеются в виду. Прикольно они здесь так складируются один-другой. Такого решения, кстати, не видел. Очень интересно. Постоянно путаются наушники. Мне больше нравится, когда магнитные эти штуки. Задники. Щелк магнитами. Да, такое тоже есть. Хорошо, поехали дальше. Ой. Да. Это совсем не… Apple разработала. Apple, да, похоже. Apple придумал его себе. Ты знал. Да. Чуть надкусанный вот это сделали, кругляшок. Это не то, что вы подумали, это электромопед. Хотя очень похож на компьютерный корпус, который куда-то уехал. Такой карманный. 54 килограмма. Слушай, 54 килограмма. Раз поставил… Есть даже, да, девчачья модель. Клево. Реально классная штука. Зажигалка такая, да? Нет, зажигалка есть. 55 километров в час на самом деле. Стоит он 4 тысячи. 32 тысячи гривен? Не мало, да. Модульный аккумулятор можно прикупить и менять. Сиденья даже с подогревом. Себой можно ездить. За 4 тысячи долларов можно 2 не самых плохих таврии купить, ребята. Реально что-то… Зато такой гламурный, симпатичный. Apple style. Две таврии и банку розовой краски, Олег. И тоже получишь такую гламурную, гламурную машину. Слушай, тебе надо открывать кроме УКонтакте и собственной линии планшета в собственную автомастерскую. И торговать розовой краской. Тачку на прокачку, да. Кстати, знаешь, когда-то был по новому каналу «Тачка на прокачку», какая-то наша версия. И там одна девушка сделала очень прикольно, ей взяли машину и полностью там когда пошли внутри мехом каким-то розовым, накидали там на заднюю штуку… На заднюю панель накидали пучи мягких игрушек, да, мишек. Прикол, она живет в одном доме с моими родственниками на Борщаговке. И катала тебя на этой машине? Не-не, не катала, я даже не знаю, смешно было, я выходил и смотрел каждый раз на эту машину и улыбался на себя. Красивая, женская машинка. Пишет, что я видел Сережу Кулеша, а ты видел машинку с плюшами и мишками. Да, очень классно. Красиво, реально. Теплая-теплая машинка, опять-таки так же холодно на улице. Что-то у тебя в холоде сегодня весь выпуск, а? Я бы до работы доехал, думал, классность клеить. Так, компания AMD представила видеокарту Radeon HD 7950, как и модель Radeon HD 7970, наставлено на Tahiti, по 28-мм технологии. Ой, честно говоря, я уже сам запутался в этих моделях AMD. Думаю, как-то мы даже пригласили, наверное, Олега Касича. Он сядет нам и расскажет подробненько, какая модель отличается, если он сам еще не запутался. Чем больше, короче, суммируете все цифры, чем больше получается сумма, чем быстрее видеокарта. У меня здесь одна цифра поразила до глубины души. 450 долларов? Нет. Эта цифра была готова. 1792 потоковых процессоров. Вы говорите двухъядерные? Я только вчера читал отличнейшую статью, по-моему, в летнем ДПК вышла или в весеннем даже, статья про различные эффекты, которые накладываются в играх постпроцессинг и, типа, как они влияют на фпс, на падение фпс. Очень интересная статья. Написал, по-моему, Белоквиниц. Да. Ты решил перечислить подшивку ДПК? Да, у меня осталась подшивка ДПК. Я вот читаю и выкидываю. Ну, интересно, кстати, реально было интересно почитать. Я теперь знаю, для чего по такому процессору. Учитывая, что у Сережи нету компьютера, где он мог бы все это посмотреть, почитать ему было интересно. Конечно. По iPad все по-другому, Сережа. Да? Да. Вот этого решения Intel, честно говоря, не до конца понял. Они расширили модельный ряд с Andy Bridge, представив новые процессоры, как Core, так и Celeron. Я не понял, зачем, ведь Ivy Bridge уже вот будет совсем скоро. Ну, ты видишь, в них вон модели с индексом пей, интегрированное графическое ядро, деактивированное изначально. То есть это какие-то бюджетные решения для бизнеса? Ну, окей. Ну, все равно Ivy Bridge скоро появится и придется все менять или линейку перетушивать, удешевлять. Бюджетные решения. Был какой-то выход годного там увеличенный, что они решили перемаркировать? А может как раз процессоры с нерабочими графическими чипами. А, то есть брак? Да. Деактивировали, выпустили, покупайте товарищи. Ладно, окей. Железа было реально мало на этой неделе. Видишь, индекс P. Да. Плохой, правда. Плохой процессор. Поэтому у нас больше новостей софтовых, к которым мы, собственно, и переходим. Прямо сейчас, без перерыва. То, о чем долго говорили большевики. Да ты что. Да. Valve на смартфонах. Выпустил Steam? На iOS и на андроидах. Steam, да. Что это значит теперь? На самом деле это не полноценный Steam, это клиент для доступа к Steam. В нем нельзя покупать полноценные игры, хотя многие втайне надеются, что вскоре это будет возможно. Альтернативный магазин, это журнал он так стоит, просто для PC. Альтернативный магазин приложений для iOS и Android. Пока что нет. Пока что это доступ к большому Steam. Здесь можно початиться с друзьями, посмотреть на распродаже, купить даже что-то можно из игрушек, но загрузится это все равно к вам на компьютер. То есть это приложение компаньон, скажем так. Хотя надежда на то, что в скорости это будет и магазин. Посмотрим, поживем. Оно в бетке было, но сейчас, говорят, уже доступ до всех. Так что загружайте, пробуйте. Рассказывайте, как оно работает. Google разработчикам, забудьте о кнопке меню в Android. Тебе не решала кнопка меню в Android? Нет, я ее почти не использовал. Вот видимо, поэтому Google решила, что раз ее никто не использует, зачем эта кнопка нужна? И предлагают заменить ее софторами, как я понимаю. Решениями разнообразными, тачами. Тут несколько разных вариантов, как это можно решить. Всякие балунчики появляются. Action bar. Да, модальные окошечки. Все на тач. Наконец-то. Почему наконец-то? Люди начинают думать, зачем много лишних кнопок, в которых можно запутаться. В трех кнопках запутаться. Конечно. Раньше в клавиатуре было 102 кнопки и не путались. Сейчас в трех путаются. Есть же кнопка Home. Все. Ладно, еще об интерфейсах. В интерфейсе Metro 8 будет заблокирована возможность использовать фоновое изображение. Плиточки не будет. Горе у людей просто. Нельзя будет поставить обои. Кстати, я присоединюсь. Это во всех версиях или только какой-то Starter Edition? В Metro вроде как во всех, потому что он будет мешать отображению на плиточке Metro. Честно говоря, странное решение, потому что я сам любил обои, очень люблю обои. У меня коллекция всяких, в Microsoft очень много интересных обоев красивых. Ну и с других сайтов. Я себе ставлю раз в 30 минут обновление. И каждый раз, когда вижу десктоп, мне самому приятно посмотреть на какую-то красивую другую фотографию. У меня с десктопа убраны все иконки. Поэтому я время от времени, когда отхожу от компьютера, делаю Windows M, чтобы когда вернулся, посмотреть на красивое новое изображение. И тебе-то теперь такой радости лишили. Да, и меня такой радости лишили, я обиделся. Ну, видишь, тут по возмущению пользователей, очень-очень много комментариев. Людям не нравится. Сразу под откос ушла такая индустрия. Лучший пак, the best of full papers. Да, кстати. Много сайтов. Вот. А Windows Phone Tango, Phone 7 в версии Tango продолжает развиваться. Манго, танго, блин. И получит поддержку 120 языков. Кошмар. Включая украинский. Молдавский включаю. Тут на самом деле самое интересное, что можно теперь будет программировать с помощью C++. Не надо будет использовать в обязательном порядке Cellular Light. А можно будет уже и другие языки. Мне нравится Windows Phone Tango избавиться от детских болезней. Какой релиз? Ну, по 7. Ну, не первый, не второй уже. Третий. До сих пор детские болезни. Стартовая, манго, танго. До сих пор детские болезни. Ну, хорошо, как бы. Чем больше, тем лучше релизов. Чем больше, тем лучше. Firefox 10 специально для тебя. Не, почему для меня. У меня Aurora стоит. Мне все равно. У меня уже 11-ый. Что здесь интересного? Возможность тихих обновлений, это они у Chrome научились. Он втихую скачает, поставит, вам ничего не сказав. Вы даже не заметите, какая у вас версия. Еще интересно, по аналогии с Ubuntu и всякими линуксами, они ввели политику extended support релизов, которые будут долго поддерживаться, это для корпоративного сектора, и не будут обновляться без приказа. Потому что сисадминов – это головная боль, узнать у кого какие версии стоят, кому надо что проапдейтить и так далее. Больше, по-моему, таких очень серьезных обновлений нет. Опять поотваливаются все ваши плагины? Нет? Они вроде обещали поставить совместимость, чтобы плагины продолжали работать. Не знаю, в десятке или в следующей версии. Прикольно, у меня стоит Aurora релиз, это 11-ый, который между Nightly и обычным. Stable version. И там, когда я его первый раз поставил, у меня там 2-3 моих плагинов отвалилось. Потому что, ну, 11-ая версия, она не поддерживается. Что такое плагины? Хорошо. Такие маленькие, маленькие программки. И все это решается очень просто. Есть, соответственно, еще один плагин, плагин для разработчиков, который просто… Плагин на плагин – это хорошо. Это наше решение. Который блокирует проверку плагинов на версию браузера. Так он всегда был для Firefox, блокирующий проверку. Всегда был. Да. Ну, и теперь он есть. У меня плагины – это хорошо. У меня теперь все равно такая версия, все равно все работает. Давай дальше про… Тут, кстати, хорошая цифра есть. Между выходами Chrome 17 и Chrome 18 прошло всего 19 дней. Даешь новую версию каждые 2 дня. Класс. 17, 18, 19. Хорошо. Так. В бета-версии Windows 8 внесли изменения в работу ленточного интерфейса проводника. Ты пользуешься лентой проводники? Я вот тоже никак не привык. Хоть на самом деле в офисе пользуюсь и привык, удобно. Я офисом не пользуюсь. А, ну да. Логично. У меня Google Docs охватает головой. Вот тут на самом деле противоречивые мнения. Тут использователь очень подробно написал, почему ленточный интерфейс – это хорошо, а остальные кричат, что ленточный интерфейс – это плохо, он занимает точность экрана. Уберите это немедленно. Ну, опять-таки на любителям. Вот тут же есть два окна. Вот типа с отключенным, да? Да. Вот с подключенным. Если есть возможность выбора – все, это уже не проблема. Согласен. Дальше. Мастеркард планирует повсеместно внедрить EMV и отказаться от пластиковых карт с магнитной полосой. С момента анонса технологии… Можешь прокомментировать эту новость, потому что я не до конца ее понял, не очень погрузился в последние технологии карточек электронных. Ну, просто, насколько я понимаю, там будет не магнитная лента, а чип, который труднее взломать. Потому что, как ты знаешь, оборудование по клонированию карточек тех же мастеркардов довольно просто. То есть, взял и рассочетался где-нибудь в кафешке в Турции. Тебя провели не раз, а два раза. Раз провели там, где надо, второй раз провели через свою машину и получили твои клоуны. И спокойненько расплачиваться твоей карточкой. Все очень просто. Такие же фишки, если ты не знаешь, были в этом. Когда были проездные билеты в метро в Киевском с магнитной лентой. Помнишь, было ли? Да, помню. Их тоже были студенты, которые это делали. Делали… Прикольно. Клепали. Покупали один проезд, а потом клепали всему общежитию. А, я помню. Там совсем просто было. Вопрос в том, будут ли банкоматы и торговые точки поддерживать. Тут все очень просто. В части у нас в стране. Да, да. То есть надо, чтобы было и приемное оборудование, не только карточка, но и там, где могли расплатиться. Но сегодня, кстати, на бизнес-ланче мы не смогли расплатиться карточкой. Нам пришлось платить наличкой. Терминал не работал. Холода. Холода. Не работает терминал. Голода. Так, что у нас еще? Неделя больших операционных систем. Apple выпустила OS X Lion 10.7.3 и добавила украинскую локализацию. Наконец-то. Наконец-то. Это важно? Нет, ну я не знаю, кому-то может и важно, но все любят, когда есть локальная версия, и о нас помнят. Это правда, что у нас… Слушай, может быть это означает, что скоро и маркет появится? Я знаю, что даже в Молдавии есть маркет. Ты говорил уже. И в Беларуси. В Беларуси, я говорил в Беларуси и Казахстан. Я сегодня узнал про Молдавию и реально… И обиделся. Молдавия. Она же рядом. Может быть пока у нас есть XUA, у нас и не будет маркетом. Это связанные вещи. Меняемся. Да. Меняем XUA на маркет. Да. На самом деле было достаточно много претензий к X7 по стабильности. Надеемся, что вот… В десятке. Кос X10. По стабильности. Надеемся, их починили с этим релизом. Посмотрим. Вот. Софтовых новостей на сегодня больше нет. Теперь напоследок еще немножко бизнес новостей и переходим… И украинских новостей. Кроме XUA еще что-то было. Еще было что-то украинское? Боже. Сейчас посмотрим. Я не помню. Что-то, наверное, было. Ну, давай посмотрим. Давайте. Продолжая тему квартальных отчетов, которые мы начали… годовых отчетов, которые мы начали в прошлом выпуске, отчитались и остальные компании. Компания Моторола заработала в 2019 году 13 миллиардов. Но, к сожалению, получила убыток. Вот. Так что… Не зря Натерлок пользовалась в Google. Сделала это вовремя. Сыгры почитайте в новостях, как бы все довольно подробно… Убыток, на самом деле, не такой большой, как можно было бы ожидать. Все равно все 80 миллионов. Нормально. Так. Следующее. Samsung заработал в четвертом квартале 2011 года 4,7 миллиарда долларов. У меня нету новости про Samsung. Он где-то ее взял. Взял ее там же, где лежали… Samsung в прошлом году, вроде как, в прошлом номере обсуждали. Да? Выпуске. Значит, осталось сейчас. Ну, короче, Samsung тоже заработал много денег. Давай тогда. Apple. Apple. Ой, это классная новость. Отличная новость, по-моему. В Apple новых инженеров могут определять работу на настоящие проекты. То есть специально набирать людей, чтобы делать вид, что работать над какими-то новыми смартфонами, телевизорами, планшетами и так далее, чтобы вводить в заблуждение конкурентов. Это реально вин-вин, понимаешь? Да. Смотри, ты переходишь в компанию, тебя сажают работать над каким-то там яйцом с антенной, которая что-то будет делать. Apple iX. Да. Во-первых, ты посмотрят, что ты реально никому не сливаешь информацию. То есть если нигде не появилась новость об этой штуке, значит ты информацию не сливаешь. Ты хороший. Это первое достоинство. Второе достоинство, а вдруг ты реально разработаешь что-то офигенно клевое. Звится. Вот случайно, понимаете? Мало ли как. Знаете, сколько таких случайных событий было? Ну, взял, разработал. То есть, как по мне, просто отлично. А журналисты вообще обогатятся, всякие выдуманные устройства обсуждая. Еще очень интересно. Это вот эти новости, последние довольно часто читаю. Новость – это просто надерганная цитата из книжки Inside Apple. Написал Адам Лошинский эту книжку, тоже такая интересная, на волне интереса. Стиву Джобсу, компании Apple. Вот и вышла эта книжка. И вроде бы это настолько популярно сейчас, что эту книжку таки переведут на русский. Так что если вдруг хотите почитать эту книжку, найдите и почитайте. Inside Apple, так она называется. Так, новость. Он работал или нет? Или так он написал? Нет, я так понимаю, работал. Как бы он написал, нормально. Интервью всякие там работал. У него была куча-куча информеров. Компания Qualcomm отчиталась о рекордном доходе, полученном в прошлом квартале. И неудивительно. 4,68 миллиарда. Ревосходит прогнозы аналитиков. И все на маленьких-маленьких чипчиках. Ну молодцы просто. Видишь, вроде как бы кризис-кризис. Мы наконец-то начинаем убираться из кризиса. Люди получают доход. Ну как-то все вдруг получили доход. Хорошо. Реально кризис подходит. Наверное, все-таки видишь, квартал, последний квартал, когда все закупали подарки. Тот же Kindle Fire, когда Kindle Fire написал. Второй iPad. 6 миллионов миллионов. Продал с немереным количеством. За полтора месяца. Народ не покупает подарки, когда денег нет. Так. Так. Про Sony. Sony. Новым CEO. Sony станет Kazuo Hirae. На самом деле, он не прямо сейчас станет. Это только 1 апреля. Они просто заранее объявили. Очень такой подход правильный. Не то, что там некоторых компаниях падают. Одного уволят, другого поставили. Через два месяца у нас будет новый CEO. Готовьтесь. У нас. А, в смысле. В смысле, это Sony. Прямая речь Sony. Кто такой Kazuo Hirae? Это человек, который ответственен за появление PlayStation. PlayStation Network. Который развивал entertainment подразделения Sony. И сделал на этом поприще очень много всего интересного. Правда, там в комментариях нам тут же сообщили, что у него были такие провалы, как Vita. Но я пока не готов назвать Vita провалом. Потому что консоль только еще выйдет в Европе. Мы с ней познакомимся. Кстати, нас на презентацию уже пригласили даже. Вот. По-моему, очень положительное решение. Потому что Kazeo Hirae действительно показал себя талантливым менеджером, креативным. Sony это сейчас нужно, потому что им необходимо реформировать свой телевизионный бизнес. Причем они объявили. Вот. И вроде как они будут его более entertainment делать. Развлекательным. Что тоже правильно. Вот. Дальше. Seagate тоже отчитался об успехах. Точнее не об успехах, а сообщил о том, что в 2019 году с винчестерами хорошо не будет. Western Digital обещал к сентябрюнам, что все-таки ситуация более-менее наладится. Вот Seagate говорит, что нет. Вряд ли. Дефицит составит 150 миллионов устройств. Так что… SSD. SSD. Ультрабуки и SSD. Вот. Но тут правда еще говорят, что дефицит жестких дисков ударит и по всему рынку компьютеров, ноутбуков и так далее. Посмотрим. Облака. Облака. Для крылой лошадки. Для облаков тоже нужны винчестера. Причем серверные, большие. Ну они, как правило, сервера-то уже есть. Чтобы всех перевести в облака, нужно еще больше серверов. Значит, еще больше винчестеров. Ладно. Поехали дальше. Facebook. То, о чем долго все тоже говорили. Уже который год наконец-то собрался подавать акции на IPO. Размещать акции. И планирует привлечь ни много ни мало, а 5 миллиардов долларов. Говорят, что это будет крупнейшее размещение в истории IT-компании. Вот. А по доходам Facebook в последнем году заработал 3,7 миллиарда. Вот большинство из них с рекламой. Все, что говорили несколько лет назад, что непонятно, о чем Facebook зарабатывает. И вообще, что за странная бизнес-модель. 3,7 миллиарда. Интересно, что Зинга, которая выпускает игрушки для Facebook, заработала 12% от прибыли Facebook. Тоже очень немало. 90% своего дохода в результате продаж через Facebook. То есть как бы. Ну да. То есть, ой, если говорить об доходе, там 400, по-моему, 80 миллионов. 20% от фейсбуковского. То есть, они вышли на IPO раньше, насколько я помню. Тоже там очень неплохо выступили. Так. Apple захватывает корпоративный сектор с помощью Mac, iPad и iPhone. Как они это делают, Сергей? Расскажи нам. Ну, она приходит и продают устройство. Тебе на шару, знаешь, как в компаниях типа Яндекса тебе могут купить там любой смартфон, который ты захочешь. На выбор говорят, там Nokia какая-то Lumia, там HST какой-то очередной флагман или Apple iPhone 4s. Ну, что ты купишь? Конечно, iPhone, конечно, iPhone. Конечно, Nokia. Да, да сейчас. Если только ты не в Nokia работаешь. То есть, ты считаешь, что они за счет этого захватывают? Ну. Еще за счет Mac и iPad. Те же iPad выводят очень хорошо. Кстати, я читал, мне очень понравилось, как в каком-то ресторанчике ввели iPad для заказов. Так у нас в Киеве в ресторанах уже. Я не гламурный подонок, к сожалению. Я тоже не гламурный подонок. Ты знаешь про них больше, чем я. Я не хожу по таким местам. Я обычно заказываю все голосом. Чизбургер и карпашку, пожалуйста. Обычно это так происходит. До iPad дела не доходят. Ну, как бы хорошо. Хорошая техника, почему бы нет? Хорошо. Несмотря на неудачи Nokia, они все еще остаются лидером на рынке мобильных устройств. Вот здесь уже не говорится не о смартфонах, а вообще о телефонах. Вот. И тут, правда, отставание от Samsung уменьшается. Точнее, отставание Samsung от Nokia. Вот. Если раньше это было несколько раз, то сейчас всего-то у нас всего 25%. Да. Nokia снижается, Samsung растет, Apple тоже растет. На третьем месте, между прочим, Apple. Только со смартфонами. Посмотри, какой разрыв. Только смартфоны, никаких телефонов. Клево. Так. Вот это локальные новости начались. Налоговый аппетит, внимание на электронные деньги и интернет-коммерцию. Это хорошо или плохо себе? Ну, не спрашиваю такие вопросы. Провокационные. Лично для меня, надеюсь, никакой разницы не будет. Когда, мы знаем, что когда налоговый обращает свое внимание на что-либо, это что-либо может… То есть, одним словом, если вы работаете фрилансером и получали свои деньги через какую-нибудь систему электронной коммерции, PayPal там, не знаю… Знаешь, после введения необходимости оставлять ксерокс паспорта в пункте обмена валюты, я уже ничему не удивляюсь в этой стране. Мне всегда было очень смешно, как это происходит в Беларуси. Там реально надо было выстоять очередь и что-то еще сделать, там, подать документы, справку, блин, форму… Справку возвращать. Форму 3 из ЖЭКа, как бы, чтобы купить там 10 долларов. Ну, как бы… Каждый сам за себя, по-моему, уже давно. Фискальные чипы, я так понимаю, это собираются курьеров оснастить, да? Такси оснастить. Магазинов. Лифты. Домофоны. Слушай, знаешь, Аллах, я пришел домой, типа, тебя домой не пропускают, потому что у тебя долг за квартиру. Отлично, слушай! Отлично, реальный вариант! Вы можете, если хотите зайти сегодня… Особенно сейчас на мороз это будет хорошо. Да, вы должны поубирать там территорию возле подъезда. Тогда у вас сегодня так и будет запустим. Отработайте сегодняшнее… Помнишь, как «Интайм» фильм, где у них время у всех на часах? Я еще не видел, но видел ролик. Посмотреть стоит один раз, но неинтересно, по сути своей. Так, ладно. Интернет-пользователи Украины – 13 миллионов нас. 13,6. 13,6, почти 14. 2,6 миллионов, слушай, составил. Почти 20% рост аудитории. Так клево. Мужчин – 51%. Так классно. Наиболее активными пользователями сети интернетов являются мужчины, они составляют около 51% интернетов в аудитории, в то время как женщины всего 40 дней. Очень отлично. Какой разрыв, да. Серьезный. 30% от 25 до 34 лет. То есть интернет-аудитория растет потихоньку. 33% – это от 14 до 24 лет больше всего. Далее следует от 25 до 34 лет. Подавляющее большинство интернет-пользователей посещают интернет ежедневно. А количество тех пользователей, которые заходят один раз в месяц, составляет 0,4%. Случайные люди. Ой, слушай, это про доходы даже написано. Так 22% получают в месяц от 1500 до 3000 гривен. Доход еще 10% от 3 до 4,5. Доход в размере 8000 гривен и выше – 5% интернет-пользователей. Это к вопросу об оплате лицензионного контента. Да. Вот от этих цифр надо отталкиваться, уважаемые правообладатели. Вместо того, чтобы требовать там, я не знаю, за серию и за фильмы кучу денег, потребуйте столько, сколько может человек заплатить. На между цифрах цифра хорошая еще одна. При этом только в Китае записано 485 миллионов интернет-пользователей. То бишь, в 20 раз больше, чем в Украине. Да и китайцев-то побольше, чем у нас. Как бы. Ну, не в 20. А в сколько? В 40 миллионов на 20. Логично. То есть, мы на уровне Китая, все в порядке. Да. Что? Достоин кто-то такой себе. Да ладно. Ты сам же недавно рассказывал про Китай, стартовая продажа айфонов в Китае. Машины они там свою электрическую сделали. Я не помог ничего делать. Вот. Космические корабли запускают, в отличие от нас. Угу. Так, ладно. И последняя. Позитивная новость. Последняя новость. Неожиданно позитивная. Яндекс научился строить маршруты проезда по Киеву на общественном транспорте. Лично мне этого не хватало. Потому что, когда отправляешься в какой-то другой район города, где бываешь не так часто, учитывая огромное количество наших маршруток со странными номерами, а также то, что последнее время маршруты начинают переделывать, это очень полезная фишка. Ты знаешь эту фишку, фразу, что если в Киеве закрыть метро, то 80% людей не найдет дорогу домой. Да, кстати, да. Потому что я когда хочу куда-то ехать тоже, я смотрю какое-то ближайшее метро, там вот как помнишь, был на Горького. Дворец, господи, Льва Толстого вышел и там уже вот рядышком. Мне на Березняке надо было съездить, хоть я этот район, в принципе, знаю. Боже мой, Лев, как ты? Да нет, я знаю этот район, в принципе, знаю, у меня там родственники жили. В принципе, я его знаю, но надо было не на проспект, а где-то там на одной из улочек. И вот реально для меня стал вопрос, причем мороза надо было доехать с утра и не хотелось. Такси. Решил я в итоге его такси, да. Но стал вопрос, а кто доехать транспортом, учитывая, что метро рядом нет. Вот это был такой небольшой квест. Да, хорошо. А на самом деле пешие маршруты, это пеший и с помощью общественного транспорта отличная штука. Мне очень помогали там же Сан-Франциско. Посмотрел, куда ехать раз, сел на автобусе. Отлично, очень удобно. Я почти пешком здесь обошел в Сан-Франциско. Так приятно. Да ладно, очень большой. Основную часть. Центр я по пирсу, я спустился от центра к пирсу первому, от первого пирса прошел по всем пирсам. Вот там недалеко. И дошел до Голден-Гейта, извини меня. Недалеко? Я целый день гулял. Нормально, недалеко. Мимо Эмалька, трасса. Очень классно. Спасибо. Ладно, не лень, не отвечай на спину. Все, новости на сегодня закончились? Да. Да. Обсуждайте, пишите, задавайте свои вопросы опять-таки. Не забывайте о том, что мы отвечаем на вопросы. Без возмездно. Что мы сейчас и сделаем. Но перед этим мы расскажем о материалах интересных, которые появились за эту неделю. Да. Поехали. Давай. А материалов у нас на этой неделе было достаточно много. Начнем мы с конца прошлой. То, что не успели захватить наш прошлый выход. В хронологическом порядке. В хронологическом порядке. Обзор игры Unstoppable Gorg прикольный тем, что это игра от производителей тестов FutureMark. Вот компания, которая, собственно, в свое время разделилась на Remedy авторов Max Payne. FutureMark авторов теста. И вообще с ней пришли таким забавным казуалкам. Дальше. Что у нас еще есть? Новинки софта. Продолжаем мы эту тему. Развивать, писать раз в две недели о софте для ПК и раз в две недели о софте для андроида. И, возможно, в скором времени появится еще раздел софта. Это материалы для iOS. Так. Сергей Сергеевич написал об интересных модах. Это вот реально то, что в прошлом году было самое интересное для ПК, естественно. Идификации для игр для ПК. Вот. Сергей Кулеш написал об мониторе ноутбуке. Оноутбуке. Оноутбуке. Оноутбуке со встроенным монитором. Мы пишем этот видеоблог вечером. И реально хочется спать. Оноутбуке HP Pavilion G6. Какая себе дешевая моделька. 400-500 долларов конфигурации. 20 конфигураций различных. Есть на HD. Есть на Intel. Да. Что у них общее тогда? Корпус. Корпус общий. Понятно. А потом уже начинку ты подбираешь под себя по цене. Ну такая интересная машинка. С предустановленной осью. То есть она 500 долларов стоит, по-моему. Предустановленная ось есть хорошо. То есть было очень удобно и приятно тестить. Не пришлось ставить ничего самого. Samsung Galaxy Nexus. Референсный смартфон от Google, выпущенный Samsung. Очень прикольная на самом деле машинка. Она у нас была долгое время. И на ощупь прикольная и по производительности, и по начинке. Стоит всего-то там, сколько там, 15 тысяч? Ээээ. Стоит всего-навсего 5 тысяч. А, 5 тысяч. Да что, господи. Я думал, 15. 15 тысяч. Ты вообще, где такие смартфоны видел? Чуть-чуть не испугался. Да, мало ли. Вот очень большой обстоятельный обзор. Саша Иваныков. 145 фотографий. Как сейчас помню. 145 фотографий, да. Со всех сторон с фотографированием устройства. Вот. А Сергей, как и обещал, выложил обзор планшета Asus и iPad Transformer Prime. Да, была презентация в тот же день, как бы. Презентация еще шла, а Сергей уже успел написать и выложить этот обзор. Ну, я же до этого написал. Тоже интересное устройство, почитайте. Уже на вопросы про него отвечали. Продаваться будет по началу 32. Это разные конфигурации, да? Да, три конфигурации. Два цвета, три конфигурации. Шампанго. Будет 32 гигабайта с доком и 64 без дока по одной цене 780 долларов. Но все они без 3G модуля. Да, да. 3G модуля в этой модели не будет. Но есть TRC 32 и 64 гига и два разных цвета. И к Nexus и к Transformer есть еще и видео обзоры. Не лень читать. Смотрите. Внезапно я решил встряхнуть стриной и послушать наушники Razor. Слыхали львы, как поют в салоне. Да. Такие игровые наушники, но с очень неплохим басом. Дальше. Мы вспомнили, что в свое время у нас было достаточно много материалов на первый взгляд. И Саша Иванник, не успев написать полноценный обзор в Kieff Stars Park, решил поделиться своим первыми впечатлениями. Да. На самом деле у Саши сейчас такое количество смартфонов на тесте лежит, что я боюсь, что придется… Переводить его в режим первых впечатлений, да? Да. В режим первых впечатлений. А к концу года примерно вы увидите. Там реально 8 смартфонов вот сейчас лежат, ждут, когда на них обратят свое внимание. Пищат, разряжаясь. Да. Недорогой смартфон. Почему-то такой большой резонанс вызвал материал. Народ обсуждает. Недорогая машинка на андроиде, почему бы нет. Так. И вот внезапно такой дорогой моноблок от Asus. От Asus. 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 Вот. С такой вот летающей тарелкой прикольной. Это сабвуфер. Очень симпатичный… По цене Аймака. Очень симпатичный, да. А, вот 18. Сейчас что-то. Почему… Как мне правильно понравилось, сказал Олег Косич в комментариях. Бодрящая цена. Да, бодрящая цена. А что вы к себе засыпаете, ходите проснуться, заходите в магазин и такой, о, ты же ежик. А села, соль штука. Вы ходите из магазина, да, а что засыпаете. На самом деле, Сережа, ты не понял, это такой большой смартфон, у него тащик RAM. При диагонали 27 дюймов, это очень недешево стоит. Можно потыкать. На гитаре поиграть. Ну, не восемнадцать тысяч. Вот с него пылинки сдувать, он уже такие деньги. А не на гитаре играть. Поцарапаешь когтями и все. Когти да подстригать. Вот. И последний на сегодня материал, на момент съемки этого видеоблога. Может, у нас завтра появится еще что-то. По электронным книгам. Вы нас спрашивали где-то в комментариях, какие есть форматы, чем они отличаются, для чего они нужны. Какие есть форматы, для чего они нужны, какие книги поддерживают, какие форматы. Вот. Буквально, когда вы будете смотреть завтра этот видеоблог, появятся и долгожданные ПК месяца. От Олега Кассича. С тремя конфигурациями, советами, секретами и так далее. Все. Новостей на сегодня нет. Отвечем на ваши вопросы сейчас. Поехали. А теперь обещанный ответ на сегодня. А мы не забыли об этой рубрике. Мы все-таки ответим. Ответим в самом конце. Так что, кому не интересно, можете переманывать. Но, несмотря на то, что их так много, что казалось бы, стоит отдельный видеоблог заводить с вопросами на ответ. Просто надо быть короче и конкретней. Короче. Да и все. Отвечай на вопрос. Публикуете ли вы статистику покупки товаров? В частности, интересуют интернет-планшеты. По Украине вообще имеет ли сайт Hotline доступ к подобным данным от магазинов? Ну, сайт Hotline имеет доступ к подобным данным магазинов, но это коммерческая тайна, поэтому мы этого не публикуем. На самом деле, мы публикуем рейтинги самых востребованных устройств. Вот фотоапартов недавно было. А подстреливно это есть рейтинги продаж, потому что они соответствуют переходам на сайты магазинов. Есть определенный процент конверсии, который можно прикинуть, грубо говоря. Ну да. Дальше. Давай. Тут, кстати, большинство ответов нам рассказывают о том, как методички набирали. Ну, вот такая хорошая тема, близкая очень многим. Так. Вопрос. Во вторник вы планируете обзоры SOS Transformer Prime? Хуже. Хуже прием, но я сказал про это. Я его тестил реально в Макдоналдс. Я достал старый трансформер и новый трансформер. Старый трансформер подключился в Макдоналдс, там сеть была не очень хорошая. Новый, испытывал с этим проблемы. Так ты разобрал, там реально ВКонтактики есть? Нет, я ничего не раскручивал. Все-таки это не то. Ну, короче, проблема есть, но если вы используете его дома или в тех местах, где Wi-Fi сетка нормальная, то вы проблем не увидите. Вопрос. Хочу купить себе планшет, сейчас колеблюсь между тремя вариантами. Fire, Nuke Tab, TSR, Iconia Tab A20. Что ты посоветуешь, короче? Какой брать? Да какой нравится больше. Как по мне, это три абсолютно разных планшета. Ну, хорошо, Fire, Nuke Tab, хорош. Ну, да. В пользу первого… Я понимаю, что Iconia получается на пользу старой платформы? Я не могу сказать. Я знаю, что A200 – это худший вариант из этих трех. А вот между Fire и Nuke Tab, выбирайте. Если надо много памяти, если вы привыкли качать сериалы не по сериям, а сезонами, то берите Tablet, потому что там есть SD-карта. Экраны у них там примерно одинаковые. Дизайн на любителя. То есть Nuke Tab на первом месте, Fire на втором, Iconia A200 на третьем. Все. Хочу купить себе средства для проверки почты и послушивания подкастов. Колеблюсь между iPod на 8 ГБ и Fire. Что посоветуете? Если вы с собой носите сумочку женскую и, в принципе, готовы таскать девайс потяжелее, то 200 долларов лучше потратить на Kindle Fire, потому что там можно более удобно смотреть там тот же видеоблог, да, более удобно смотреть фильмы, более удобно играть, чем на маленьком iPod. Если вы хотите что-то, что можно положить в любой карман, то лучше все-таки iPod. Вопрос. Как вы относитесь к идее электронных интерактивных журналов в стиле Popular Mechanics, National Geographic и прочих для платформы iOS и Android? Есть ли шанс увидеть ДПК в таком формате? К сожалению, шанса увидеть ДПК в таком формате нет. Я уже об этом говорил. В условиях нашей страны, в условиях файлообменников, в условиях непрозрачной процедуры оплаты контента это нереально. Также учитывая инстанциализационную базу подобных планшетов у нас в стране. Почему ты пропустил вопрос? Тут вопрос был еще перед этим. Вопрос. Почему ваш видеоблог так уныл и тасклив? Даже два лайка было. Ну, потому что нам не нравится, наверное, ответ. Нет? Нет? Ну, не нравится нам смотреть. Я, например, не смотрю, не люблю многие передачи. Я просто думал на глупые вопросы не отвечать, но если у тебя есть такое желание… Есть, конечно. Сейчас есть минутка бесплатной рекламы. Сейчас в метро висит реклама, новый сериал «Кровинушка». Восемь. Вот, да. Вот, ребят, я вот смотреть его не буду. И я не буду заходить на сайт и писать авторам ваш сериал уныл и тасклив. Но я не смотрю все. Я проехал мимо, вы знаете. Вот проезжайте мимо. Не нравится как бы. Мы всем нравиться не можем. Поэтому вот так. А вообще, где электронных журналов? Продолжая в то, что я прервал Сергея, я отношусь хорошо, но, к сожалению, я не видел еще ни одного отчета о страшной успешности подобных начинаний в коммерческом плане. Дальше. Дальше. Какими сайтами вы пользуетесь? Вопрос к Олегу Данилову. Всеми скажу. В общем-то, странный вопрос. Любыми-любыми. На какие попадаю тебе в пользу? Какие я читаю регулярно? Ну, не знаю. ITCUA, Олег. Ну, ITCUA я читаю постоянно. По работе. Не прекращая, да. Так, ну, не знаю. Гомосутру. Boston Globe. Wired. Не знаю. Engadget иногда захожу. Странный ответ. Я читаю всех конкурентов. Хоть вопроса нет, я тоже отвечу. Я читаю всех конкурентов. Читаю корреспондент.net на вас, чтобы все-таки иногда быть все-таки в курсе. Не читаю. Наши новости не читаю. Еще я читаю Google Reader. То есть я забросил себе там порядка двухсот в лучшее время на жизни подписок и читаю как бы вот там все, что мне интересно. Когда мне это интересно. Так, дальше. Прям Олег Азаров. Да, я ответил. Он не идеальный украинский, извините. Подожди, у меня вопрос. А, вот вопрос классный. Где найти XML ссылку на видеоподкаст, видеоблог ITC? Я раньше просто вбивал ссылку на подкаст и просто смотрел видеоблог. Старая ссылка перестала работать. Где найти новую маню приложу, мы вам ее дадим. Вот прямо сейчас наш программист Юра Бученко занимается тем, что переименовываю теги, заводит новые рубрики и скоро будет вот эта новая ссылка. Мы ее опубликуем. Как вы относитесь к покупке бэушной техники? Заходя на хатлайн, понимаешь, что за те же самые деньги можно купить получше? Таратараток очень много. Слово бэушное в понимании наших людей это полностью убито, никому не нужно. Или нет? Тут зависит скорее все от человека. У нас есть один человек в редакции, мы не будем назвать имена, правильно? Не надо меня так смотреть. Это не я. Нет, я бы не говорил при тебе один человек. Есть человек, который очень любит покупать бэушную технику. Он реально может поехать, с кем-то договориться и купить какую-то манюду в два раза дешевле. То есть человек имеет возможность сменять телефон каждые две недели? Вот ему нравится. Ему все равно, что перед ним кто-то пользуется. Ну какая разница, кто-то пользовался. Зато он такой же. Зато он выбирается в хорошем состоянии. Это модель. Естественно. Но как вот лично для меня, вот я не любитель. Вот честно скажу. Я не любитель, потому что это как… Брезгуешь? Это просто бред. Ну типа да, как правило, как правило… Как там, блин, господи. Право первой ночи, да? Вот я самому хочу снять эту пленочку. Это чисто плюс-то такое. Мое внутреннее. Ну… А что нет, что ли? Не-не, ничего. На самом деле мы совершенно нормально к этому относимся. У нас даже есть ресурсы, если вы знаете, специальные, где люди разучают свои объявления и продают бэушную технику. Даже некоторые наши сотрудники продают свою технику, бывают знакомые и так далее. Почему нет? На самом деле достаточно нормальный способ получить тот же там iPad предыдущего поколения iPhone за небольшие… нормальные деньги. Я могу сказать единственный вариант, два варианта, которые мне нравятся в покупке бэушных устройств – это машина и квартира. Потому что новая машина и новая квартира стоят столько, что действительно возможно лучше купить бэушную. Так… Сергей Олег, ответьте, пожалуйста. Какая у вас зарплата, да? Или что-то? Подожди. Не-не-не-не. Доходы в разных больших компаниях, подскажите мне, посвященному, не понимаю за счет чего ваша компания – редакция. На самом деле, как и все медиаресурсы, наша компания живет за счет рекламы. Вот. Если вы не пользуетесь баннерорезалками, вы увидите, что на нашем сайте реклама есть. Все. Да. Все, что делается на сайте, опять-таки, тот же видеоблог, да. То есть прямо в видеоблоге рекламы нет, но видеоблог – это продукт нашего ресурса. То есть он в какой-то мере повышает его привлекательность для пользователей. Благодаря видеоблогу кто-то находит наш ресурс, начинает его посещать. Соответственно, больше кликов, больше подкруток баннеров, больше денег. Все очень просто. Никаких там особенных штук нет. Какая зарплата? Ну, это вы правильно написали, это безумно неэтично. Вопросы зарплаты я не отвечал даже собственной жене. Ого-го-го. Это да. Да. Так, почему бы не сделать ответы на вопросы в отдельном материале? В конец принесли. Так, методички, методички. Какие девайсы вам категорически не понравились и почему? То есть противоположность выбору редакции? Тоже не совсем этичный вопрос. Или ты можешь на него ответить? Что тебе не понравилось так, что ты был просто взбешен? Просто взбешен? Ну, такого не было. Категорически не рекомендуешь. Просто, понимаете, у нас, как обычно, там дальше, по-моему, будет вопрос, как вы получаете девайсы на тест. Вот, как бы, приоткроем немножко завесу. Обычно, когда нам не привозят вот так вот, на тебе, смотрите, да, и потом начать распрыть, боже, гадость отдаешь. Нет, просто обычно, когда предлагают что-то, ты перед этим смотришь, лезешь в интернет и смотришь, что это за устройство. Если устройство откровенно плохое, то оно до нас просто не доезжает, понимаете? И поэтому у меня нет шанса потрогать это руками и сказать вот. Так вот мы себя обезопашиваем от некачественных устройств. Так. Немножко математики, да, ошибся. Так, хорошо, дальше. Больше комментариев. Нажал. Так, так. Совет. Совет, совет. Сергей, как поживает ваш новый запатентованный сайт ВКонтакте? Ну, я его не патентовал, потому что все-таки не патентный тролль, чтобы потом никто мне не рассказал, что вот. ВКонтакте может сделать себе нормальный домен, потому что всякий журналюк его себе зарегистрировал. Это была шутка, ребят. Не стала ли для вас журналистика рутиной за многие годы? Не угасывал ли временный запал, со временем запалок, с которым вы работали в начале своей карьеры? Это где такое? Игорь. Игорь Ященко. Да. Ященко. Нет, не угасает. Если работа нравится, что должно угасать? На самом деле нам очень прикольно, потому что все меняется, постоянно появляются какие-то новые девайсы, они развиваются. Вот, собственно, в этом наша работа очень интересна. Да. Не успеваясь привыкнуть, бац, что-то новое. Так, так, так. Возможно, возобновить подкаст видеоблога iTunes. Да, как раз. Я уже говорил, как раз над этим работаем. Отдельный канал, отдельный iTunes. Я, наверное, не доглядел, а может быть, но меня интересует, будет ли аналог, какой ПК собрать, как было в ДПК. Вот думаю, в тот момент, когда вы смотрите наш выпуск, этот материал уже лежит на сайте. Мы его возобновили. Так, 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 так. Вопрос. Расскажите, как кажется, весь техпроцесс попадания к вам устройств на тест. То, что Сергей уже рассказал на самом деле. Да, действительно так и происходит. Если какая-то новинка очень интересная, которую мы ждем, мы сами звоним вендорам и говорим, что ребята, вот мы ждем эту вещь, пожалуйста, приведите нам ее на тестах, только появится. Нам ее приводят. Если какая-то вещь, которую мы там не заметили, не так активно ждем, вендор звонит нам, говорит, у нас есть такая вот вещь, интересно вам ее посмотреть. И тогда уже, как Сергей говорил, мы решаем, интересно нам действительно смотреть или нет? Сможем ли эта вещь показать себя хорошо? Да? Либо берем, либо не берем. Все. И что будет, если устройство сломается? Сколько времени вам дают на тест? Тоже все очень по-разному. Если устройство сломается, у нас есть договоренность с компанией, в зависимости, как сломается, да. Либо мы его специально сломали, либо вот в процессе теста сгорел процессор. Ну что поделать? Процессор сгорел, такое бывает, случается. Сожгли мы в свое время немало процессоров Intel. Девайсы царапаются, девайсы ломаются. Было такое, когда начал снимать видеоблог, половину отснял, а потом ноутбук просто не включился. Было такое. А ноутбук отдали, пришлось видеобзор не доснимать. Ну по-разному бывает. То есть некоторые компании просят очень внимательно относиться и за каждую царапину трясутся. Мы стараемся по возможности, как можно более аккуратно обращаться со всеми устройствами, которые у нас на тесте, если только это не тест на живучесть. Ну, случаи бывают разными. Договариваемся обычно. Сколько времени дают на тест, тоже по-разному. Иногда девайс очень горячий, на него выстроилась очередь журналистов из разных изданий. Его могут дать только там на день. А иногда могут на месяц, на два, на три. На день это скорее исключение. Обычно неделя, хотя бы там три дня, четыре. Сейчас обычно, опять-таки, если девайс горячий интересный, то выходит одновременно и статья, и видеообзор. А вот видеообзор снять. Статью еще, допустим, можно как-то написать за день. А вот снять видеообзор, снотировать не получается. Поэтому как минимум два-три дня даже на самое горячее устройство. Вот так. Когда, по вашему мнению, подойдет презентация консолей нового поколения, к следствию NextGen игрушек? У меня они, на самом деле, самые разные. Все сходятся к тому, что, скорее всего, на E3 уже покажут прототипы. Возможно, к концу года Xbox, Microsoft смогут выпустить свою приставку. Хотя я, честно говоря, ставлю больше на 2013. Посмотрим. Ну, Viu будет в конце года, как обещали, если опять какой-то фейл не случится у них. Отчего на сайте нет гуглской кнопки плюс один? Она есть. Там никаких трикблюк кеширования этой кнопки. Она незаметная. Программист работает. Попробуйте. Ctrl F5. Нажимаете, она появляется. Починем. Это мы починем. Вопрос. Рассматривался ли вам вопрос о написании обзора алгоритмов совершения покупок на ebay.com? Как относитесь к приобретению техника на этом и других англоязычных сайтах США? Мы писали же несколько раз, насколько я помню. Даже алгоритмы были. На самом деле там ничего сложного особо нет. Если у вас есть карточка, то это просто и хотя бы начальное познание английского языка никакой сложности это не составляет. Если вы имеете ввиду уже что-то другое, типа там пользование шипито, то есть если купить что-то, что не доставляется к нам официально, то да, там процесс немножко сложнее, но опять-таки не такой уж, чтобы писать по нему факт. Вопрос к Сергею Кулешу. Здравствуйте, как вы считаете? Приведет ли снижение, значительному снижению цен на Asus Transformer Prime, появление iPad 3 и 4-х ядовных планшетов? А также выход Asus Transformer Prime TF700? Подскриптум. Спасибо за русскоязычный сайт. В России столько разносторонних сайтов очень мало. Похвалить себя. Конечно. Почему себя? Нас, редакцию. Пожалуйста. Как вы считаете? Значительного снижения, думаю, нет, потому что модель новая, модель вот только вышла. Первый, как бы, Prime не сильно подешевел, на самом деле, по крайней мере, в Украине, потому что до сих пор продают запасы. Ну вот. Выйдет, если вы не читали, я рассказывал в блоге, что выйдет скоро молодежная версия Asus Transformer Prime. Она будет более пластиковая, более дешевая. Там будет 3G версия в ней. Вот она будет более такая дешевая. А Prime текущий TF21 все-таки будет оставаться премиум моделью. И, ну, по начинке он хорош. То есть там Tegra 3, это, по-моему, первое устройство. Первое. 499 долларов и вряд ли сильно повлияет на судьбу Transformer Prime. Так. Вопрос. Пишу в среду, так что не знаю, может быть, на момент упрощения вы их уже введете, но все же, когда будут пользовательские блоги? Спрашивает Влад Владухин. Человек, который писал на блоге. Влад, мы его вспомним. Sorry, Влад и остальные наши читатели. Мы работаем над этим, но там есть несколько вопросов, которые надо решить. Боюсь, что на этой неделе еще не успеем. Ну, скоро. То есть реально уже все намазано маслом, начищено, как бы все вот-вот-вот-вот. Скоро запустится и поедет. Холодно на улице. Зачем блоги писать? Грейтесь, сидите. Кошмар какой-то. Наша ошибка. Реально. Работаем над этим. Прикол в том, что не надо обещать заранее. Не надо обещать заранее. Понимаешь? Сделали бы открыли такие, опа, мы молодцы все в белом открыто. А то бы обещали, как… Так. Вопрос. Как на вашу думку? Че варто на данный час купувати планшет типа Barts & Noble, Nook, Tablet или Kindle? Че варто зачекати, пока з'явится кращая модель за такую цену? Ну, смотрите. Если очень хочется купить, то покупайте сейчас. Если не очень хочется, тот же Kindle обещал выпустить вторую модель. Тоже непонятно было. Обещали вроде выпустить 10-дюймовую и сказали, что при этом цена на семерку упадет еще больше. Barts & Noble тоже какое-то мифическое устройство, которое вскоре обещают. Вскоре будет, да. И непонятно тоже, будет ли следующий Tablet или это будет просто еще одна. А возможно это будет Mirosol. То есть непонятно. Че варто зачекати. Во-первых, можно прождать всю жизнь, пока появится лучшее устройство. А можно покупать прямо сейчас и пользоваться. Кстати, очень интересный момент. А потом продавать его как бушно и покупать себе следующее. Я когда покупал первый iPad, я покупал его осенью. То есть как раз вот посредине цикла. То есть я знал, что в феврале выйдет вторая модель. И у меня был вариант или ждать второго. Я знал, что второй будет наверняка лучше. Там будет и процессор лучше. Думал, что будет экран лучше, не получилось, экран лучше. Но вот у меня был как раз такой период, когда я мог подождать пару месяцев и купить модель лучше. Или мог купить iPad первый сразу осенью и начать им пользоваться. Я купил первый iPad сразу и начал им пользоваться. И считаю, что не проиграл ни в чем. Хорошо. Давай два последних вопроса. Планируете ли вы сделать обзор Asus и Reader DR900? Ты понимаешь, он в Украину еще не приехал даже. Это не совсем понятная модель. В Украине ее нет. Если она будет у нас продаваться, то мы сделаем ее обзор. Вопрос. Здравствуйте. Многие наслышаны об iCloud. Как вы относитесь к iCloud? Пользуюсь ли? Пользуюсь. У меня там на iPad и на iPod бэкап. У меня там бэкап. То есть все пользователи iOS пользуются iCloud. Это Apple. С тех пор, как я подвинул галочку использовать iCloud, я просто про него забыл. То есть он работает как бы и ладно. В общем-то да. Там на самом деле, когда устройство подключено к сети и есть Wi-Fi свободное, оно автоматом начинает бэкапиться и все. Больше тут делать ничего не должно. Все? Все. Вопросы закончились. В серии вопросов и ответов закончено. Задавать вопросы нам по-прежнему. Мы на них отвечаем, как видите. Отвечаем даже на все. Это акция ответов на все вопросы, включая унылое и таскливое. Вот ты зря пообещал. До сих пор продолжаются. Да. Все. Все. До следующей недели. До свидания. Не замерзайте. Счастливо. Счастливо. До свидания. До свидания. До свидания. Счастливо. Счастливо. Все. На вопросы ответил. Хорошо. И вот события этой недели. Счастливо. До свидания. Счастливо. КОНЕЦИЯ КОНЕЦИЯ Субтитры создавал DimaTorzok